Эфир телеканала ОТС продолжает главная информационная программа о жизни региона. В студии Александр Ширудила. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Провести ремонт и сохранить исторический облик зданий. В Новосибирске до конца года приведут в порядок 420 многоквартирных домов. Грунтовые воды замедлили темпы ремонта. В Бердске завершают работы на важнейших дорогах, когда магистрали откроют для движения. Увлечение косметикой переросло в собственное дело. Сибирячка запустила бренд благодаря социальному контракту. Как государство помогло развитию бизнеса. В двух районах Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за подтопления дачных обществ в Померике-Обь. Уровень воды сегодня 378 сантиметров, при том, что опасной отметкой считается 360. В СНТ «Геолог» уже подтоплено 17 участков. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий возле садовых обществ в Советском и Первомайском районах. Выставят посты муниципальной аварийно-спасательной службы. При необходимости людей эвакуируют, электроснабжение оперативно отключат. Создать дрон с нуля и умело управлять им. В Новосибирске подвели итоги регионального проектно-образовательного интенсива «Остров». Основные направления этого года – биотехнологии, креативная экономика и беспилотные авиационные системы. С участниками соревнований пообщалась Татьяна Кияева. Это разработка, но мы ее хотим использовать как базу, на которую бы прилетал дрон и оставлял всю информацию на нем. А, то есть такой передвижный дом для дрона. Чтобы он был рядом, неподалеку, можно было вернуться и всю информацию оставить там. Это все 3D-принтер напечатан, кроме платы и пропеллеров с моторами. Все остальное сделано и разработано на 3D-принтере. Пять команд из школьников и лицеистов. Четыре дня подготовки. Сегодня финальное соревнование. Команда «Элемент-113» готова представить собственную разработку. Коптер оснащен видеокамерой, чтобы делиться картинкой в режиме онлайн на смартфоны. Такую птичку можно будет использовать в операциях по спасению и поиску людей, объясняют создатели. Сюда мы уже приехали с наработками квадрокоптера, но здесь нам пришлось его все равно переделывать. Вся техника, все оборудование. Здесь нам выдали плату, а мы должны были напечатать 3D-принтер, запрограммировать его, чтобы он летал, не врезался. И также программировали машинку, чтобы она ехала по линии прямо, ровно. На трассе для выполнения маневров запустили машину. У задачи пилота поднять коптер в воздух, подлететь как можно ближе к цели и зацепить груз. Школьники постарались сделать беспилотники легкими и простыми в использовании. Мы пытались сделать дрон с минимальными затратами на материалы, на трудоемкость. Чтобы любой человек мог себе позволить это, собрать быстро дрон. Развитие беспилотных авиационных систем – главная тема проектно-образовательного интенсива «Остров». Участники посещали лекции, мастер-классы, решали практические задачи, обсуждали меры государственной поддержки отрасли, систему хранения и обработки данных, полученных с коптеров. Это не просто соревнования, мы только что с ребятами пообщались. Это действительно предварительно серьезная работа, подготовка. Соревнования – это только красочная кульминация. Такие форматы обязательно принесут эффект. А что самое важное, эффект не только сегодняшний, а с учетом того, что, по сути дела, здесь находятся будущие инженеры, программисты, ученые, возможно. Один из востребованных мастер-классов – использование генеративных нейронных сетей. Участники углубились в мир искусственного интеллекта и изучили методы создания текстов и изображений с помощью современных технологий. Смогли разработать собственные программы для управления виртуальными роботами. Мы учим основам программирования и робототехники. У нас есть программа, которая начинается с основ, с базы. Дальше мы переходим к виртуальной робототехнике. Это симуляторы, 3D-роботы, где сам их собираешь, сам делаешь полигоны, сам программируешь роботов. Ну и финальный этап – это физическая робототехника, уже настоящие наборы, омегабот, платы, датчики, уже все серьезно, язык C++, то есть уровень повыше. Призеры регионального этапа проектно-образовательного интенсива «Остров» поборются за победу в финале соревнований, которые пройдут на Сахалине в июле. Татьяна Кияева, Александр Миняйла, Новости ОТС. Меняем село за три дня. Телеканал ОТС продолжает серию социальных проектов. Сегодня и в ближайшие дни мои коллеги вместе с волонтерами работают в Качковском районе, в селе Черновка. Там идет настоящая стройка. Какую инфраструктуру обновят, готов рассказать Андрей Баев, который находится на прямой связи со студией. Андрей, здравствуй. Что уже успели сделать сегодня? Да, добрый вечер, Александр. Уже вечер. Мы целый день с командой ОТС и с командой неравнодушных жителей, как села, так и волонтеров из разных населенных пунктов, близлежащих, в том числе и Новосибирска, сегодня целый день трудимся. На данный момент я здесь сейчас нахожусь в месте будущей волейбольной площадки. Землю уже практически разровняли, сейчас идут геодезические изыскания, работы. И совсем скоро мы начнем здесь уже сыпать щебень и песок и делать волейбольную площадку. Помимо того, что будет волейбольная площадка уже традиционно в данном проекте, вот этот вот весь лесок, это тоже здесь такая чаща, которая просто такой бурелом по сути, да, такой кусочек такого леса небольшого. И также хотим его облагородить, в планах прорядить эту чащу, сделать там место отдыха для сельчан, чтобы можно было посидеть, отдохнуть на лавочке в какой-нибудь солнечный день, спрятаться от тенечка. Кстати, по поводу погоды, мы полдня провели в дожде, в пасмурном, а сейчас распогодилось солнышко и впереди еще очень много работы. А соответственно, кроме облагораживания данного лесочка, волейбольной площадки уже снесли старые борты хоккейной коробки, которые уже пришли в негодность из-за своего возраста. И также напилили и готовы уже устанавливать новый борт. Хоккейная коробка будет не только для хоккея, хоккей зимой заливается, открытая площадка, а летом также можно играть и в футбол. Кроме того, здесь мы еще сделаем в этот раз, в этом году, начинаем свою, так скажем, серию. Мы в прошлом летом сделали несколько сел, несколько спортивных площадок. Это первое за это лето. Будет заменим полностью забор. Вот сейчас не видно его, но он покосившийся, уже старенький. Также лес есть, люди есть, гвозди есть, краска есть. Кстати, по поводу краски, уже покрасили, обновили забор вокруг, ограду вокруг местного детского сада. Не только покрасили, но и приварили где-то, где она была уже покошена или что-то нужно там было сделать. Специально сварщик приехал. Ну и самое главное, самое главное, что люди, которые здесь, они не только просто неравнодушны, здесь есть у нас генеральный спонсор, я напоминаю, это компания Сибагра, которые помогли очень сильно, не только материалами, но и главное, людским ресурсом. И кроме того, конечно же, техникой. Потому что без техники, сколько бы здесь людей не было, мы бы просто-напросто не справились. Ну, сегодня первый день. Конечно же, мы до конца сегодня ничего не планируем закончить, потому что есть завтра и есть еще послезавтра. А вот на третий день мы уже хотим увидеть готовый результат, а именно новенькую хоккейную коробку. Здесь, где я сейчас стою, новенькую волейбольную площадку, новый забор. Ну и, конечно же, вот этот вот заросший буреломом небольшой участок. Тоже уже очень надеемся, что успеем. И хватит и сил, и желания все это облагородить. По-прежнему мы приглашаем сюда всех желающих. Не так уж это и далеко от Новосибирска. Три часа езды, а близлежащих районов и сел деревень еще меньше. Поэтому не стесняйтесь, приезжайте. Будем все дружно делать Новосибирскую область и жизнь в селах лучше, краше, ну и спортивнее. Потому что все-таки основной момент, это, конечно, спортивная площадка. Так что готовы рассказывать далее. Мы в эфире три раза в день. И завтра, и сегодня вот будем завершать. И послезавтра также выйдем в эфир с финальной частью. Все расскажем и покажем. Александр. Спасибо, Андрей Баев из села Черновка о новом проекте нашего телеканала «Меняем село за три дня». Напомню, что прямые включения моих коллег вы сможете смотреть на нашем канале, YouTube-канале и в социальных сетях ОТС. Ближайшая трансляция в 19.00. В этом году 420 многоквартирных домов отремонтируют в Новосибирске. 114 из них уже привели в порядок. Власти города планируют обновить фасады, крыши, провести ремонтные работы внутридомовых инженерных систем, холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, электросетей и заменить лифты. Важно, что исторический внешний вид зданий не пострадает. С 1 сентября в силу вступят изменения в жилищный кодекс, согласно которым проведут массовое обследование жилого фонда региона. Это позволит скорректировать сроки для каждого здания и определить объекты, которые больше всего нуждаются в ремонте. Специалисты установят, какие конструктивные элементы изношены, их отремонтируют в первую очередь. В конце июня в Бердске обещают открыть проезд по улице Боровая. В городе уже почти месяц две дороги перекрыты для движения из-за ремонта. Масштабную реконструкцию проводят по программе БКД. Надежда Волгина узнала, почему ремонт затянулся. Красноармейская и Боровая – две основные улицы в сторону микрорайона, закрыты для движения. Автомобилисты и водители общественного транспорта используют объездные пути. Терпят, но жалуются. Честно сказать, что надоело, что скрывать. Тем более летний период, сезон, машины вышли, и датчики вышли, и машин больше стало. Обильное движение стало больше. В этом плане, что это очень плохо шло. В час пик доехать до микрорайона – настоящее испытание. Минут на 20-25 больше времени в пробках стоишь. В целом терпимо, учитывая, что я с Новосибирской, я к пробкам привыкшен. На улице Боровая рабочие уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Местные власти просят берчан и гостей города к таким неудобствам отнестись с пониманием. Объясняют, что без перекрытия движения отремонтировать объект невозможно. Дорогу надо было отсыпать. Отсыпать по полосам не получится. Дорогу поднимаем в иных местах до 30 сантиметров. Поэтому дорога должна быть перекрытая. Темпы подрядчика весьма нас устраивают. Я рассчитываю, что, возможно, в начале следующей недели мы уже попытаемся улицу Боровую открыть для наших автомобилистов. А улицу Красноармейская перекрыли ещё в конце мая. Из-за недостаточной ширины проезжей части работать по полосам было невозможно. Сегодня её реконструкция идёт полным ходом. Сделаны тротуары, рабочие занимаются укладкой бортового камня. Но сроки скорректировали силы природы. Работа усложняется тем, что грунтовая вода находится под основанием. У нас там были найдены три пучины. Необходимо было вносить изменения в предыдущую документацию, изменить проектные решения и ликвидировать эти так называемые пучины, размещение грунта, которые созданы грунтовыми водами на этой дороге. Красноармейскую не откроют для движения транспорта до конца июня. Поэтому участникам дорожного движения придётся ещё немного набраться терпения. Надежда Волгина, Алексей Зубила, ОТС «Бердск». Прокуратура в судебном порядке принудила мэрию Новосибирска обустроить ливнёвки в советском районе. В результате проверки был выявлен ряд нарушений на дорогах улиц Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и Бердском шоссе. Талому снегу и воде некуда уходить. Скопившиеся на дороге стоки размывают дорожное полотно, придомовые территории и создают угрозу безопасности дорожного движения. Исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле. Лесники готовятся к пожароопасному сезону. В этом году, по данным МЧС, в зоне риска находится больше полутора тысяч сибирских населённых пунктов. Какую работу для предотвращения пожаров проводят в Сузунском районе, расскажет Евгения Емельянова. Лес – это наше богатство. И общая цель – сохранить и приумножить. Поэтому и работает сегодня тяжёлая техника. Сузунские лесники очищают противопожарные разрывы. Именно они в случае буйства стихии помогут справиться с огнём. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области даёт нам государственное задание для выполнения таких работ. Противопожарные разрывы, они в первую очередь прорубаются просекой для предотвращения остановления пожаров устойчивых низовых, верховых, для подъезда техники. Противопожарный разрыв представляет собой полосу шириной от 10 метров, полностью очищена от всяческой растительности. В борьбе с огненной стихией – замечательное подспорье. В борьбе с пожарами сегодня помогает и новая техника. Министерством природных ресурсов и экологии региона выделяются серьёзные средства. Обновляется машино-тракторный парк. Евгений Кутин говорит, на таких чудо-машинах и работать одно удовольствие. Мы на нём пожары на болотах, разрывы делаем. Тяжёлый, сильный он. Вот сами видите работу. Только за последние два года в Сузунский лесхоз передали два тяжёлых гусеничных трактора, стоимость которых более 18 миллионов рублей. Кроме того, выделены субсидии для приобретения мульчера, а это более 23 миллионов рублей. Лес после пожара – страшное зрелище. Наши съёмочные группы показали последствия прошлогоднего. Для понимания, чтобы выросли новые сосны, нужно не менее 50-70 лет. И ещё, затраты на выполнение работ по противопожарному обустройству лесов компенсируются за счёт средств областного бюджета. Евгения Емельянова, Виктор Федотов, Новости ОТС. Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит лишать иностранных граждан сертификатов о владении русским языком. Вносим сегодня законопроект, как фракция ЛДПР, который даёт Рособоронадзору, как контрольному ведомству, возможность отзывать у разного рода центров лицензию, если окажется, что выданный ими сертификат на знание русского языка иностранным гражданинам окажется, по сути дела, подделкой. Потому что сегодня мы сталкиваемся постоянно с примерами, когда нелегальные мигранты оказываются на нашей территории и при этом не владеют русским языком, но зато имеют на руках бумажку. Мы считаем, что наказывать нужно как самих мигрантов, так и тех, кто такие, по сути дела, фальшивые документы выдаёт, и тем самым резко возрастает напряжённость в нашем обществе, связанная с поведением таких нелегальных мигрантов. Создать бренд косметики или сеть пиццерии жители региона могут использовать средства социального контракта по четырём направлениям. Такая мера государственной поддержки позволяет гражданам начать или развить собственный бизнес. Как работает программа, расскажет мой коллега Иван Деревьянченко. Ольга готовит компоненты для варки омолаживающей сыворотки. Пару лет назад она и представить не могла, что её увлечение косметикой перерастёт в собственный бренд. Помог социальный контракт. На полученные средства купил оборудование, материалы и лицензию. Это позволило расширить линейку товаров и начать продажи. Пока что дело ведёт одна. Помогают только знакомые технологи при создании новых рецептов. Я выпрыгнула из той зоны, когда варила косметику для себя и своего окружения. Вообще, чтобы продавать косметику, нужно иметь разрешительные документы, декларации. И это большие вложения, у которых у меня не имелось тех средств, которые я могла бы вложить в сертификаты. В прошлом году поддержку от государства получили около 7,5 тысяч человек. По четырём направлениям. Развитие малого бизнеса, личного подсобного хозяйства, трудоустройство и поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для индивидуальных предпринимателей сумма выплат – 350 тысяч рублей. Для небольших фермерских угодий – около двухсот. Человек приходит с какой-то своей идеей, он пишет бизнес-план, составляет. Мы здесь плотно взаимодействуем с организацией «Моу бизнес». Они человеку помогают составить бизнес-план, они просчитывают в том числе какие-то риски дополнительные. При проверке обращают внимание начинающего предпринимателя зачастую на какие-то дополнительные моменты. Чтобы в дальнейшем у него уже было проще запуститься. Андрей по образованию инженер-энергетик. В молодости работал в сфере общественного питания. Поэтому вместо проектирования электросетей решил связать жизнь с готовкой. Выбор пал на пиццерию. Блюдо всегда в моде, плюс легко развить бизнес. Отличительная особенность – рецепты уже известных пицц были доработаны искусственным интеллектом. Сами деньги, безусловно, же помогли, потому что, ну, во-первых, их не страшно использовать, да, то есть нет такого страха потери, потому что у меня все-таки семья, ребенок и риски, ну, как дополнительных средств на открытие бизнеса не было. Поэтому, естественно, они помогли. Мы купили на них все оборудование, которое помогло нам развиться. Социальный контракт можно использовать раз в три года. Срок выполнения обязательств предпринимателям – от 6 до 12 месяцев. В случае закрытия бизнеса после истечения договора деньги компенсировать не нужно. Однако, если человек хочет отказаться от идеи и прекратить развитие дела, сумма государству возвращается полностью. Иван Деревянченко, Тарас Тарасов, Новости УТС. Хоккейная Сибирь представила звездного новичка. Однолетний контракт с клубом подписал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков. Карьера 38-летнего нападающего была насыщенной. Успел недолго поиграть за океаном в НХЛ за Ванкувер, но наибольших успехов добился на родине. В составе СКА выиграл Кубок Гагарина в 2017-м. Был на ведущих ролях в ЦСКА, Авангарде, Спартаке и Автомобилисте, где и провел последние два сезона. В общей сложности за всю карьеру в КХЛ в его активе 226 шайб и 289 результативных передач. Также в составе сборной России Широков выиграл Олимпийские игры в Пенчане и два чемпионата мира. К этому часу это вся информация. Следите за развитием событий на Горсайте и смотрите записи наших программ на ОТС-ТВ. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. Прогноз на 22 июня. На территории Новосибирской области будет облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь. В юго-западных районах в Багане и Купино днем плюс 26-28. По северо-западу в Барабинске и Чинах плюс 24-26, в Каштовке до плюс 24. На юго-востоке региона в Сузуне, Маслянино и Эйскитиме плюс 30-32. В северо-восточной части в Колыване и Тагучине до плюс 30. В Новосибирске 22 июня по данным сервиса «Яндекс.Погода» будет облачность с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Ветер южный 4,9 м в секунду. Влажность 53%. Температура ночью плюс 23-25, а днем до плюс 30. Атмосферное давление 740 мм. На этом о погоде все. С вами была Ольга Савельева. Отличного настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова